А что не Overwatch или не Буби? Там вторая часть выходит классная игра. Ну мне... Мне Overwatch... Я как бы признаю то, что в Overwatch вложены силы, но мне он не нравится ни персонажами, ни эстетикой, как бы... Давайте будем честно, Overwatch это источник, блять, порно-арта, все, вот, ну, все. Больше я никакой особо такой культурной ценности от Overwatch лично для себя. Я не говорю для людей, в принципе, но лично для меня больше никакой культурной ценности Overwatch несет. Ладно, ребята, давайте с вами попробуем запустить Team Fortress. Честно, я вообще ничего не ожидаю сейчас от лично самого себя. Я не знаю вообще, что будет. Может, мы с вами 10 минут посидим, и я вырублю? Господи, как тут все поменялось? Тут какой-то ман против машин был. Блять, все такое сложное стало. Мы получили новые предметы? За что? Кого? Мы нашли кейс тревожных трофеев? Отцовский улов выше пробы? Че? Что это такое? Мне страшно. Могу продолжить игру? Ребята, мы тут взяли, короче, ну, Настя взяла у нас в этом самом, заказала. Посмотрите. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пока прозябаетесь, идите. Вот-вот. Если для вас это не мотивация, то для вас ничего мотивации не будет, ребят, поверьте мне. Респект за классику, Буриман. Да, в смысле, респект. Я пока же даже ничего не сделал. Я уверен, я весь стрим буду вот тут вот с места с последнего на предпоследнее перебиваться. А давайте попробую за кого-нибудь другого. Так. Ляд, давайте за медика. Я люблю, я любил быть медиком иногда. Лечить. Чисто, ну, на хилочах. Не знаю, почему многим людям не нравится играть на саппортах. Саппорт очень ответственный, между прочим, задачи. Лечу! Не успел. Ой, мать моя. Ой, мать моя. Не-не-не. Нет, не, их пиздак дали. Не хочу я быть медиком. Нет. А чё? А! Все рыбцы ебашат по-своим. Я просто проверяю, есть ли тут мы как бы не наши. Я очень опасаюсь спаев. Вообще у нас тут всё так хорошо. И сейчас какой-нибудь спай проникнет, будет вообще не очень приятно. Вот, ну вот о чём я и говорил, блядь. Негодяй. Да, проник. Проник, сука. Вот хоть с базы не выходи. Эти спаи везде преследуют. Вот, блядь. Ларри, паскуды это, дедхоу. Вообще паскуды просто, животные. Я просто против коллабораций каких-либо других, допустим. Да, можно сделать какие-то отсылочки, да. Да, так далее. Но вот в коллаборации, это как один чувак сказал, это как будто... Один пытается в видосе другого отсосать. Вот как я только что пососо сделал. Короче, для тех, кто не знает суть игры, ты выходишь на рандомную арену, скажем так, где тебе надо лутать всякие полезные штуки. Проблема в том, что столько же людей хотят тоже залутать эти штуки, поэтому они, скорее всего, будут тебя убивать. Пробую чатику я попался на кликбейт с ТФ. Ну всё, больше нету ТФ. Нет, ты как бы пропустил... Мать моя женщина, дурак! Всё, я... Вот и поиграли! Не, ну я боюсь вот этот проебать броник. Я просто... Понимаете, ну это как в казино. Я иду в казино с деньгами, я знаю, что я их проебу. То есть вот есть шанс, что я проебу всё вот это и помру. Блин, такие умные ребята у нас в чате оказывается. Я раньше не... Я как бы знал то, что фанаты Тарковых хардкорные игроки. Прямо вы ещё и умные оказывается. Ну как бы... Ну как бы... Хардкорность не означает... Размер интеллекта, те же самые фанаты Дарк Соулса. Дубы дубами, вот реально. Там заходишь, там просто овощи перекатываются по карте и... И орут вот так вот. А тут прям светские беседы интеллектуальные. Очень долго, но весело разбираться. Я просто написал пиар-менеджером, как бы сказал то, что я в будущем хочу всё-таки сделать несколько видосиков по играм похожих на Сталкер и Тарков входит в их число. Для этого мне любезно как бы ответили. Да, выдали копию. И на данный момент у меня, по крайней мере, есть достаточно времени, чтобы её просто изучить хотя бы вот так вот. Это бункерская зая запомнит выход на дикие. Это выход на диких. Я сам обосрался, мне в пиздак дали, бля, кто это был? Не, в пизду этот завод. Давайте... На таможне, но я выберу, короче, неординарный путь. Я пойду ночью без ночного видения. Я гений сейчас. Мне повезло в прошлый раз так. И мы попробуем с вами так же сейчас. Это гениальный ход, вам не понять. Земля пух. Не-не-не, вы не понимаете, ребята, нормально. Разъебут же тебя. Да не разъебут нормально всё. Поверьте мне. Сейчас всё будет хорошо. Вот сейчас увидите, ребята, вы сейчас охуеете с того, как я буду играть. Как еблон на ощупь в темноте ходить. Так, всё, ребят, смотрите. А, кстати, луна, поэтому не так темно, ребят. Я тебе сейчас, блядь, дам, вали хуесоса. Кто обзывается, тот сам надевается, понял? Дурак совсем, что ли, такие вещи нехорошие говорить? Я ведь обидеться могу. Почему я сейчас решил запустить Тарков? Но мне игра интересна на самом деле. Мне нравится вот эта, честно, вот эта теория, то, что вот у тебя тут есть какая-то местность опасная с игроками, да, с вражескими NPC, и ты должен тут максимально залутаться и съебарей сделать. Так, ладно, в конце луки забор закончится, упрёшься в скалы. Дальше иди вдоль скал по левую руку. Сейчас тихо иду, никого не трогаю. А сейчас, бац, он такой стрим-снайпер, он просто зовёт меня к себе в ловушку. И он такой там сейчас... Так, ну вот смотри, забор должен закончиться, так? Он скоро закончится. Мать моя, блядь! Я получил впиздак. Ба, чё, серьёзно там получается? Обычно кто-то в кустах сидит, чекает? Таких же дебилов, которые, как я, идут по забору? Бля, ведь это гениально. А всё время кто-то да будет проходить, поэтому сидеть там в ловушке. Слушай, для Аснасти это было важно. Ну, поженились как бы, ну, и по факту вообще ничего не поменялось. Вообще ничего не поменялось. То есть мы как были двоебантя и всё. Просто у кого-то, просто понимаете, кто-то играет свадьбу, берёт кредиты на это, и с этого у них начинает всё идти по пизде. Вот кредит на свадьбу, и дальше всё, всё идёт по жопе. А мы как бы, ну, расписались, пошли в KFC похавали домой нормально. И вот, как бы, это вот показатель. Показатель, как мы будем жить дальше. Да мы за три года даже так и не поняли, бля. Да. А вы с твоей женщиной женились, потому что хотели, тебя поймали и били к нему, потому что ты сказал, да. Нет, наоборот, как раз-таки в день женить бы, блядь, это Настя хотела домой пойти. Я такой, её держу, знаете, за руку, она такая, как видите, я такой, да идём, блядь. Она такая, нет, не хочу, может, домой пойдём? Я такой, надо. Кредит на свадьбу, ну, хуй, а некоторые берут там, допустим, 200 тысяч, чтобы... 500 тысяч берут кредит на свадьбу, чтобы богато сыграть, чтобы лимузин, зал, чтобы кучу родственников, да. Вот, Ин, зачем играть свадьбу, если вы хотите эту показуху для родственников? Вы должны играть свадьбу для себя, а для себя можно и вдвоём, и там, допустим, родителей позвать, и близких друзей, и всё. А там какую-то родню, блядь, за 3-9 тётю сраку позвать, чтобы все знали. Ага. По потоке... По потоке... Да, каждый вам по 500 рублей подарит, и всё, и будете хуй сосать, классно. В России свадьба – это кошмар. На Кавказе, конечно, там, во-первых, семья – это на совершенно другом уровне. Там действительно семья, там все про они друг друга знают. Тут в России ты за каким-то хером должен звать тётю сраку, которая тебе нахер не нужна. Срак живёт у тебя через дорогу, и вы знаете всё о ней, и она всё знает о вас. Это на совершенно другом уровне свадьбы там. Конечно, там для всех это праздник. Все радуются то, что... Ну вот наш двоюродный племяш слав, который живёт там в другом конце деревни, это же прекрасно. Да, это из-за другой менталитета, но совершенно по-другому ощущается свадьба. Поверьте мне, если ты будешь на кавказской свадьбе, ты ещё и удовольствие получишь, если будешь с этим приглашённым. Если вдруг у вас появится баба, которая скажет, я хочу свадьбу, я хочу там свадьбу такую большую, вы её попытаетесь всё говорить? Типа, ну не надо. Если она будет пихаться, говорит, я хочу большую свадьбу, чтобы у родня была довольна, шлите её нахуй. Нет, даже знаете, для начала, если вам будут предлагать, если вообще, ну, как бы, ваша дама, или ваш кавалер... Короче, ваша вторая половинка будет предлагать такую хуету? Ну, не то, что будет. Если ваша вторая половинка хочет детей, и хочет для этого жениться, вот сразу отторгайте навсегда. Вот, ну, как в большинстве случаев, сначала, типа, вот мы женимся, а потом, а, всё, детей породилось. Всё, давайте, детей, детей, и всё это. Мама, папа, бабушки, дедушки, просто если у нас родится ребёнок, и в какой-то момент я в 3 часа ночи проснусь, от того, что он заорёт, я просто возьму его за ноги и уйду из дома, блядь, и, ну, ёбно его об угол дома, блядь, так что, давайте, вот я, в этом плане мы с Настей психически нестабильны, мы реально, ну, то есть, вот у нас ребёнок может не выжить такими темпами. Вот у нас кошка. У нас вот есть кошка, у нас есть животное, всё. С другой стороны, можно понять те, кто хочет с начала брака быть торжественным напоминающим событиям, а не штампиком в паспорте. Да понимаете, сейчас такая жизнь, сейчас такое время, что, блядь, это свадьба, все говорят, я хочу свадьбу, потому что она будет единственной. Да нихуя! Я столько людей уже видела, которые по 2 раза замуж выходили, а то и по 3. А некоторые по 2 выходили в свои 21. Дважды в 21 уже, блядь, вышли. Какой, блядь, на один раз, на всю жизнь? Да, о времена, о нравы. Они вот сейчас вот женятся так, да, выйдут замуж, и через 3 года, всё, семья пойдёт поживут. И через 3 года они проживут. А то там первые 2, и всё, и уже расходятся. Смотрите и учитесь, ребят. Смотрите, сейчас вы увидите, внимательно следите. Сейчас у человека откажет анус. Глядите внимательно. Глядите, просто глядите и следите. Ходи уже, малый, не бей, жидеть, мне тут сидеть. Буквально хорошо. Давай пока что. Начнём с таких. Дурак, да, да, дурак. Начнём потихонечку. Давай. Я пока что так потихонечку. Я пока что не использую свои козыки. Сейчас вы просто увидите, скажете, бля, какой ты гений тактики, бубуй. Ну, я, в принципе, в Гвинт играю, как бы, можно попробовать сейчас? Так, пятёрочка. Хопа! До свидания, молодой человек. Хе-хе! Ой, бля, реально, вот и сейчас, я не понимаю, сейчас уйти вот этих проклятых рыцарей, так, ну, шо ж, давайте начнём. Ну, и бардак тут. Хопа, блядь, не было печали. Смотри и учись. Ну, а ты, смотрите, это чё, нормальный человек? Конечно, чтоб знал, блядь. Это ещё, между прочим, далеко не всё. Это ещё далеко не всё. Давайте его сейчас по максимуму. Давай, давай, учись. Затемери. О, хорошо, давай сюда, вот так. Хопа! Ой, больно сейчас, замечательно будет. А давай вот так. Нормально. На, красота. Сейчас он должен вытащить какой-то прям невероятный козырь для своих трусов, чтоб я охуел. Он сейчас должен вытащить карту, которая просто по копиям должна. Ну, ничего на неё не по копиям у него. О, бля. Бля, некрасиво получилось. Так. Вот давайте, вот сейчас ты решишься. А теперь теперь у него должно быть что-то, что нанеси, что-то, что будет, будет 11, чтобы он выиграл меня. И то у него не получится. У него ничего не должно быть такого. Так, ну, 10 что-то должно у него. разом. Расскажи, это вот нормально? Да. Да, это нормально. Вот это пофиксит скоро, и будет... Не пофиксит это скоро, не пофиксит, не пофиксит. Нормальные колоды, собранные с умом. Ну, а на сегодня действительно, пожалуй, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok